Всем привет! С вами Бубочка! И сегодня я снимаю видео, с чем носить корсет Шино. Спасибо одному из моих подписчиков, Little Crocodile, за такую идею и за то, что ей понравилось предыдущее видео. Если у вас есть свои идеи для моих видео, пишите их в комментарии, я обязательно сделаю. Под низ корсета Шино нужно носить майки хлопчатобумажные, как вот эта вот, с длинным рукавом, на зиму или там, я не знаю, либо с вот таким вот, продаются. Такие не очень, потому что здесь натирает, но поскольку я уже снимаю корсет, я сейчас такой. Сейчас я в леггинсах, потому что их носить легче, а если одевать брюки, то они сползают из-за того, что корсет пластиковый просто скользит. Следующее, это вот такие вот платья, которые широкие. Сейчас я померю и покажу. Сейчас вот у меня собраны волосы, и сзади вообще ничего не торчит, поэтому такие широкие платья как раз подходят. Вот такое вот платье-рубашка. Застягиваем. Секунду. Секунду. Упса. Вот так вот. И сзади почти ничего не торчит. В блузках на резинке ничего не видно. В футболке сзади немного торчит, но если одеть джинсовую жилетку на лето, ничего не видно. А также на осень худи. Тоже классно. Перфекто. Я не буду переодеваться, но также подойдут вот такие вот платья с верхом, как свитшот, которое, кстати, сейчас в моде. И вот такое вот у меня есть платье для театра. Тоже оно просто широкое, да? Все широкие платья подойдут отлично. Здесь, кстати, очень красивая рукава, так что можно, ну, даже никто не заметит там ничего такого. Все будут смотреть на ваши руки и ноги. Хорошие шортики подобрать сложно, но вот такие вот юбки трикотажные смотрятся классно. Они просто вот здесь вот так одеваются и ничего не видно. Практически все свитшоты с корсетом смотрятся отлично. Если на улице жарко и джинсовая жилетка не подойдет в таком случае, купите просто широкую футболку и ничего не будет видно. Вот вид сзади. Надеюсь, что я вам подкинула пару классных идей. И вы теперь знаете, с чем носить корсет Шино. Пишите также свои комментарии.